Сегодня вечером после охоты Алексей Кропушенков решил показать нам красоту северной Норвегии, тех мест, где находилась наша норвежская деревня. И мы остановились на проживании. Солнце в полярную ночь не заходит за горизонт целый день. Красота! И вот за нашей спиной стоят корабли. Это же корабли рыбацкие, наверное. Что это за кораблики? Да, это корабли рыбаков норвежских. Труд очень тяжелый рыбацкий. Вот на таком кораблике, который за нашей спиной, рыбаки ходят в море по одному. То есть он и сам и управляет кораблем, и капитан, и рыбак. Ну, вот он один выходит в море, такая трудная работа, шторма там по 5 метров в волны. Но бывает, что рыбаки не возвращаются? Да, как бы, ну, сейчас уже меньше, сейчас корабли уже более стали современные. Но судя по местному кладбищу, как бы, где стоят только одни таблички, ну, людей там нет. То есть они пропадали в море, вода ледяная, волны. В ледяной воде можешь выдержать там 5-7 минут и как бы не более того. И в океане, как бы, найти человека, ну, в шторм, это вообще нереально. Ну, перед нами вот ледник. Если посмотреть наверх, он есть немножко, он уже очистился от снега, он такой голубого цвета. И оттуда он подтаивает снег, сам ледник, и течет, вот прям видно по долине, она такая извилистая, интересная. Течет чистейшая речка. К этому месту тоже в этой пресной воды любит подходить рыба. И иногда, как бы, очень удачные рыбалки получаются именно в этих местах, где впадают ручьи в море. Хорошо, давай попробуем, подойдем к реке, попьем водички, попробуем ее на вкус. Саша, вот попробуй нашу воду, не нашу, а норвежскую. Норвежскую воду на вкус. Можно пить прямо из речки. Можно пить прямо из речки, никаких проблем с пищеварительным трактом не будет, да. Лучше со струи прямо вот взять, зацепить. Удивительная вода. Сегодняшний вечер, сегодняшнюю красивую историю о местном крае, о местных обычаях, о людях, которые живут в этой красивой стране. Алексей Корпушенков рассказал мне, и мы с Юрой этот край смотрели вот такими вот большими глазами. Наслаждались вот этим пейзажем, этими горами, снегом, ледниками, хрустальными ручьями, которые бегут с этих гор. Красиво, Юра? Великолепно. Поражает атмосфера уединенности. Вот любителям, которые хотят сбежать из мегаполисов, рекомендую очень сюда приехать, получите истинное удовольствие. Ни магазинов, ни ресторанов, нет квадроциклов этих, которые гоняют по лесам. Нет пьяных криков, не слышно каких-то руганий, тишина, уединение, умиротворение полное. Прекрасно заканчивается день. Мы сегодня и занимались морской рыбалкой, и занимались подводной охотой, и смотрели на красоты этого великолепного края. Леша, спасибо тебе еще раз за этот день, за эту радость, что ты нам подарил. Наступил новый день, и мы с Алексеем Корпушенковым и Юрием Козловцевым отправились на охоту. Охотиться на рыбу мы будем и с лодки, и под водой. Скажи, пожалуйста, глубина минимальная с какого? 3,7 я вижу? 1,6 есть. 1,6 даже есть? Да, с 1,6 есть кочка. Хорошо, да, ну давай мы на минимальный сойдем. Вот, здесь ламинария, здесь капуста, да? Да, здесь капуста, ламинария, также есть песочек, вот сейчас у нас как раз, ну, такое чисто песчаное идет, вот, потому здесь возможны любые трофеи. Тогда сейчас уйдем на минимальный, Леша сейчас катер поставит, уходим с тобой, а там уже под водой сориентируемся, где глубины, где свалы, где травка, где песочек, там уже с тобой определимся и уже будем искать рыбу. Поищем. Окей. Юра Козловцев охотился в Норвежском море в первый раз. Охотиться он будет со своими любимыми ружьями. Для безопасности охоты мы берем с собой лотик. Здравствуй, Норвежское море. Какие трофеи ты подаришь нам сегодня? Вот здесь ярко будет видна связка гарпун, лень, ружье и привязка к бою уже самого ружья. То есть льва без катушки. Вот это сейчас как раз будет под водой видно, используется именно эта система. Так, ну давай, показывай свою зуботку, свой трофей, пошли. Пошли. Красавец! Рассказывай! Первая. Видел только нос. Возле камешка. Из травы торчал. Вот прямо башку засандалил. Юра, хорошие проплешины. Может балту слеть? Может. Да, давай будем готовы. Во всеоружии. Ну что? Юра, поздравляю тебя! Красавчик! Ну нормально, всего шестидесяточка! Даже шестидесяточки ты взял! Просто охренеть! Главу метра два с половиной над дном лежит эта красота! Выбора не было! Да, 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 надо было стрелять! Да, да, да. Ну поборолся я его ножом, потом зарезал, как говорится. Ну, я уже к тебе, я немножко опоздал, спустился, ты его уже ножом добиваешь. Да, все уже готов. Ну давай подними его, покажи мне полностью какой он. Сегодня мы попробуем и будем ловить морского окуня красного. Для этого делается такая, так называемая, ставка из 10-20 крючков. Пристрастие в морского окуня это креветка. Он питается практически исключительно креветкой, потому как бы я сделал здесь креветку. Такие тоже креветки. Внутри они светятся. Ну дополнительно мы ловим окуня на глубинах, на больших, от 140 до 300 метров, потому как бы светящиеся светонакопительные трубки используем. В промежутках ставим вертлюги, чтобы это все не закручивалось. Чтобы доставить на такую глубину ставку, мы используем вот пилькеры 700-500-700 граммовые. Значит, процесс ловли, он заключается в том, что окунь, надо найти такое место, где гора уходит в глубину с такими, с какими-то приступками. Значит, спиннинги, ну целесообразно использовать с катушкой электрической. Ну, как бы, в принципе, катушки, которые с большим передаточным числом, вот это, в частности, 6 к 1, она тоже подходит. Ну, как бы, конечно, процесс вываживания занимает дольше времени и, соответственно, забирает больше сил. А сейчас мы идем ловить красного окуня. Наши рыбаки тоже, как бы, отличились сегодня вот такой палтас.